Вы смотрите отзыв об отеле Ромадо Резорт Акбак. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Нэша, который был в нем в 2014 году. Коротко написать никак не получается, поэтому для тяжело воспринимающих много букв скажу. Ромадо Резорт Акбук, новый, уютный, расположенный в очень живописном месте, не имея в виду сам поселок Акбук, весьма многолюдный, но заслуживающий внимания отель. Особенно если приобрести путевку по минимальной цене и не в очень жаркий период, желательно не на август. Касательно разброса цен у разных то, купили путевку у Санмара на 12 Н. 13 дней. Для два взрослой, плюс ребенок 11 лет за 82 тысячи рублей. Включая топливный сбор и скидку 5%. У Теза на эту же дату, но на 14 Н. 15 дней. 146 тысяч без топлива. Еще отель продает и интурист. Наткнулась на данный отель совершенно случайно. Дней за 10 до вылета, находясь в бесконечном поиске и выборе между отелями Мармариса, Петхие, Кушадас, Вадрума и Анталийского побережья. Цены зашкаливали, многие отели были в стопе, а ничего приличного и по приемлемой цене не находилось. И вот у Теза на нужные даты выскочил в начале пати Абич. Вроде даже приглянулся, прежде всего, своей территорией. А потом и Ромада, но дороже. Оказалось, что отель только недавно открылся. Отзывы хорошие, к тому же у Санмара Коралла цена намного ниже, но с 3 по 5 августа отель в стопе у данных то, а на 7-8 августа больше цена плюс неудобные вылеты, теряются дни. Через день случайно обнаруживаю, что на 3-5 августа стопа уже нет, а требуется подтверждение отеля. Спешно собираю инфу по Ромаде, выясняю разные нюансы уже отдыхавших там. Турагент советует пати Абич, как более известный и близкий к морю. В общем, пока раздумываю пару дней, немного растет цена, затем увеличь. Курс соответственно еще растет цена, а потом отель снова встает в стоп. А подходящих вариантов нет, и уже настроились на Ромаду. Ну а чудо. Через день отель снова не в стопе плюс снизилась цена и стала даже меньше первоначальной. Срочно бегу бронироваться. А на следующее утро даже не знаю, радоваться ли сообщению турагента о том, что отель подтвержден, так как на сайте, опять стоп на нашу дату. В общем, готовились в овербукингу. Хорошо, что пати Абич также уже был в стопе, так как. Последние отзывы по нему, мягко говоря, не очень. Но к огромному удивлению, попали все-таки в Ромаду. Перелеты. Туда Калавия, вовремя и хорошо. Еда, норм. Обратно Уралы. В аэропорту уже после регистрации узнали о переносе рейса с 20 часов 40 минут на 22 часа 30 минут. По факту вылетели в 23 часа ровно, но летели всего 250. В принципе, тоже норм, только немного растрепанные стюардессы и резкое торможение при посадке. Прилетели в Бодрум. По пути в отель была остановка у озера Бафа. Там кафешка и туалет, вроде платный, но есть еще бесту. В магазине рядом находящиеся заправки. Ехали примерно 1,5 часа. Нас завезли вторыми, после пати Абич. Были в отеле около 10 часов 30 минут. Заполнили анкеты на ресепш. Оставили вещи в багажной комнате, справа от ресепшн, за лифтом, и еще успели на поздний завтрак, он с 10 до 11 часов. Стоит отметить, что русскоговорящих сотрудников на ресепшн нет. Но в принципе, даже с небольшим школьным запасом англ. Языка вполне можно решить некоторые вопросы. К тому же в СПА есть русскоговорящие сотрудники, Эда, Настя, которые всегда помогут с переводом на английский или турецкий. Переоделись, осмотрели территорию, искупались в бассейне и около 12 часов 30 минут получили ключи от номера. Здесь тоже были волнения, так как бронировали самый дешевый промо-рум. На сайте УТЕЗА вообще нет таких номеров, у корала, санмара, номера промо-рум, селом площадью 23 квадратных метра, в количестве 2 штуки, а остальные стандарты с площадью 32 квадратных метра по факту, все стандарты имеют площадь 23 квадратных метра. А как таковых номеров промо, нет вообще. Это просто любой стандарт, который будет свободен на момент вашего заселения. Всего в отеле 8 пятиэтажных корпусов, расположенных вокруг большого бассейна с мостиком. Почти во всех корпусах на одну сторону здания выходят балконы, на другую входы в номера, причем расположены они на открытых общих балконах-коридорах. Только корпуса АС-Ресепшн и вздвоенные, то есть состоят из двух зданий, обращенных друг к другу входами в номера. Данные корпуса, на мой взгляд, самые тихие, так как наиболее удалены от анимационной площадки. В них есть номера как с видом на бассейн, горы, так и с видом на море. Единственное, в корпусе в море скорее всего видно только с пяти, может еще с четырех этажа, так как его закрывают высокие деревья и корпусы соседних апартаментов. Номер. Нам достался номер 8406 на пять этажа в корпусе Н, единственным, стоящим перпендикулярно к бассейнам. Благодаря этому имели вид с балкона на корпуса слева, на территорию и горы, справа на окрестностей моря. Опасались, что будет жарко, номер под самой крышей. Но так как кондиционер индивидуальный, работал хорошо, плюс очень понравился вид из номера. Менять не стали. Балкон большой, но на пятых этажах имеет две особенности. Во-первых, он без крыши, на всех остальных этажах балконы с крышей, то есть имеют тень. Во-вторых, на балконе не очень удобная сушилка. Но на всех этажах, кроме 5 и 1, балконы имеют металлическое загорождение. Между ним и сушилкой народ дополнительно привязывал веревки, соответственно 5,1 этажа такой возможности нет. С первых этажей выход прямо к бассейну, на лужайку. Номер небольшой, но очень уютный. У нас дом. Место было в виде кресла-кровати, в ДР. В номерах, маленький диван. Не знаю, что за туристы были до нас в номере, но в НЕСК. В местах уже отодраны обои и поцарапан шкаф-купе. В шкафу только два полки, НЕСК. Вешалок. Сейф вместительный, без ПУ. Мини-бар пустой, но каждый день приносит 1,5 литра бутылку воды, без ПУ. Вроде как для чая. Есть набор для чая, кофе, чайник, 2 чашки плюс 7 пакетиков разного чая, 2 пакетика кофе, якобс, сахар, пополняются кашт, день без ПУ. В ванной комнате, душевая кабина, душ съемный, два положения. Имеется гель для душа, шампунь, кондиционер для волос в фирменных флакончиках, пополняются, шапочка для душа, ватные палочки, пилочка, полотенца, тапочки, фен. Что интересно, вначале дверь в душевую кабину у нас открывалась наружу, но всего лишь на одну треть. Дальше, мешал унитаз, расположенный рядом. Как пользовались кабины и предыдущие туристы, загадка. Отправились на ресепш для решения вопроса, а там как раз оказалась русскоговорящая сотрудница с папой имени Эда. Она перевела на турецкий нашу проблему. В итоге очень быстро прислали сотрудника тех. Служба, которая переставила уплотнители и дверь, начала открываться внутрь душевой кабины. Кстати, Эда потом куда-то пропала, но постоянно в отеле была также сотрудница СПА из Белоруссии Настя, которая общается на русском. Как я уже писала, она всегда поможет перевести и решить какие-то вопросы на ресепшн. Уборка номера, не зависит от оставленных знак доллара, иногда нормальная, иногда не очень. Песок на полу, не докладывали полотенца, странно меняли белье, в один день только простыни, на следующей, наволочке и покрывало, но только на большой кровати, а у ребенка, нет. ТВ Плазма, вроде 5 российских каналов, 55 ТНТ, 104 Союз, 105, 24 ТВ, 107 Эмасик Бокс Раша, 124 ОРТ. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры подогнал «Симон»!